По мнению некоторых экспертов, йети, или снежные люди, являются дожившими до наших дней неандертальцами. Одним из таких экземпляров считали женщину, обитавшую в лесах Абхазии еще до революции. Исследованием биографии Заны и ее детей, которых йети якобы родила после того, как ее поймали местные жители, советские ученые занялись только в начале 1960-х. В 1962 году в Абхазское село Тхина приехал столичный профессор Александр Машковцев, который в числе первых визитеров с Большой Земли узнал легенду о Зане. Поначалу все исследования Машковцева и его коллеги-криптозоолога Бориса Паршнева основывались на рассказах местных жителей. Как писал отечественный энтомолог Виталий Таносейчук в своей книге «Невероятная зоология», старожилы описывали дикую женщину, как существо с черной или темно-серой кожей на лице и с черно-рыжеватыми волосками на теле. По словам селян, Зана обладала мощным телосложением и невероятной силой. Из рассказов стариков, которым на тот момент было от 60 до 130 лет, советские ученые узнали о том, что поймал Зану абхазский князь Ачба. Долгое время диковинная добыча переходила из рук в руки, пока не оказалась у другого князя Геннобы, который и привез Йети в село Тхина. Поначалу Зана вела себя агрессивно, а потому жила в заперти. Но вскоре она свыклась со своей участью и свободно разгуливала по окрестностям. Этим воспользовались некоторые мужчины, вследствие чего Зана родила пятерых детей. Первенца она якобы случайно утопила, а остальных у нее отняли. Они выросли в приемных семьях. Борису Пашневу удалось познакомиться с внуками Заны, которые, согласно описаниям ученого, отличались негроидными чертами лица и курчавыми волосами. Все они оказались детьми младшего сына Заны, Хвита, прожившего в родном селе Тхина до конца своих дней. По словам Пашнева, потомки дикой женщины, как и она сама, обладали удивительной физической силой. Старший сын Хвита, Шеликула, мог своими мощными челюстями поднять стул с сидящим на нем человеком. Именно Пашнев одним из первых и выдвинул версию о том, что снежный человек – это никто иной, как самый настоящий неандерталец. В 70-х годах мнение Пашнева поддержал историк Игорь Бурцев. Бурцев тоже беседовал с внуками Заны, в частности, с дочерью Хвита, Раисой. Историк подтвердил слова Пашнева, касающиеся внешности потомков, снежной женщины. Мало того, Игорю Бурцеву даже удалось разыскать могилы Заны и Хвита. Из-под земли ученые извлекли лишь черепа, но их вполне хватило для того, чтобы развеять сенсацию. Но это случилось уже в наши дни и при участии зарубежных экспертов. Антрополог Станислав Дробышевский, осмотревший черепа, уверенно заявил, что они принадлежат представителям рода Homo sapiens, а вовсе не неандертальцам. Последние отличаются крупным надбровьем в виде валика. Такие валики на обнаруженных черепах отсутствуют. Тем не менее, надбровные дуги у Заны и Хвита действительно оказались мощными. Да и широкие носы и рельефные затылки тоже были характерными чертами матери и сына. Однако аналогичными признаками обладают и представители негроидной расы. Игорь Бурцев изучил эту сторону вопроса и выяснил, что в петровские времена арабы действительно приезжали в Абхазию и оставались там. Но именно поэтому, как думал Бурцев, абхазцам темнокожие люди хорошо знакомы, испутать африканца с йети они никак не могли. Тем не менее, генетик из Оксфорда Брайан Сайкс, проводивший исследования ДНК Заны и ее потомков, уверенно заявил, что все они не только принадлежали человеку разумному, но и в самом деле являлись выходцами из Западной Африки. По предположениям Сайкса, Зана была рабыней, привезенной в Абхазию турками.